Новая «Лада Гранта» приехала к детской городской поликлинике «Армавира» прямо из салона. Современный автомобиль достался медикам в подарок от меценатов, которые лично вручили ключи от транспортного средства. Для сотрудников больницы это событие стало настоящим новогодним чудом, о котором они даже не мечтали. Выразить вам признательность и теплые слова благодарности за тот подарок, который вы нам сделали. Я повторю еще раз то, что я говорила там. Такой красивой, такой современной, удобной машины у нас не было никогда. Появление нового транспортного средства отмечали всем коллективом. Праздничное настроение создавал Дед Мороз, с которым сотрудники отгадывали медицинские загадки и аплодировали выступлению детей. Именно ради них меценаты пожертвовали средства на покупку автомобиля. Будущее нашей страны – это наши дети. Поэтому я так решила, что наши дети болеют очень часто. И подарю на Новый год этот автомобиль, чтобы наши врачи имели возможность своевременно оказать им помощь. И хочу поздравить всех с Новым годом, пожелать здоровья всем, благополучия, оптимизма и мирного неба над головой. Благотворители традиционно дарят подарки в канун Нового года и Рождества, создавая ощущение праздничного волшебства, благодаря которому сбываются мечты. Этот автомобиль – один из многих примеров, за которые администрация Армавира благодарна меценатам. Прежде всего я хотела бы сегодня адресовать эти слова Карины Размиковны Саркисовой, которая подарила детской городской больнице прекрасную новую машину «Лада Гранта». Эти слова я хотела бы адресовать комоде Грановичу Аропетяну, который всем жителям, всем детям нашего города с 3 до 14 лет подарил новогодние подарки от главы города, поручению главы города. Эти слова я хотела бы адресовать всем нашим руководителям предприятий, которые также не остались в стороне и делали утренники, делали подарки своим детям, детям на своих предприятиях. В роли мецената побывал и каждый участник «Елки желаний». К Новому году благотворительная акция собрала 140 подарков детям из малобеспеченных семей и 87 тысяч рублей, которые будут переданы в фонд «Край добра». Инна Лепеткина, Андрей Лонский, Служба информации, телеканал РНТВ, Армавир.